Вчера вечером я спросил своего друга из Турции, кто сказал мне, что она уже станет подростком через два месяца. Я спросил ее, о чем мне проповедовать сегодня. Она сразу высказала мне целый список вещей. О чем я мог бы проповедовать, она говорила эти вещи и переговаривала. Людям бы хорошо было это услышать. Одна тема коснулась меня. Она сказала, скажи им, что что бы ни произошло в их жизни, Бог позаботится о них. Сильное послание, правда? Что бы ни произошло в вашей жизни, Бог позаботится о вас. Иногда Бог пробуждает нас стихом из Библии. Вы просыпаетесь, стих из Библии в вашем уме. И Бог говорит с вами. Он говорит, все твои грехи прощены. Это такие серьезные слова. Все твои грехи прощены. Вы изумлены. Вы поклоняетесь Богу и засыпаете в улыбке на лице. Слово Божье имеет силу в нашей жизни. Оно особенное. Слова Божьи прилепляются к нашей душе. Было бы ужасно, если бы Бог будил нас среди ночи и говорил, «Я так разочарован тобою». Ты позор своей страны. Жаль, что ты вообще появился на свет. Продолжать ли мне? Да, вы понимаете, о чем я говорю. Нет, Бог так не говорит. Бог говорит, твои грехи прощены. Ни один пророк ни разу не сказал таких слов. Пророки говорили многие вещи, но ни один из них не сказал, твои грехи прощены. Но наш Спаситель сказал это. У нас есть хороший инструмент – Слово Божье. У меня много друзей, которые не знают Иисуса лично. Они из других религий. Мне нравится говорить им из Слова Божьего то, что говорил Иисус. Я говорю, невероятно, что Иисус сказал. Я есть им воскресение и жизнь. Я оставляю их с этими словами, потому что знаю, что эти слова приклеились к их душе. И очень трудно будет им избавиться от них. Меня не было в Финляндии уже долгое время. Пару лет назад у меня было время пожить там. Я встречался с разными художниками. Когда вас долго не было в вашей стране, вы забываете некоторые слова на вашем языке. Например, как называется клеющаяся лента, которой все можно приклеить. Я забыл, как она называется на финском, и спросил одного из художников. Он ответил, это лента Иисуса. Я был шокирован. Я понимал, что это название произошло от насмешливого выражения. Потому что этой лентой все можно было приклеить и исправить. Я подумал, это настолько истина, лента Иисуса. Это слова Иисуса, данные нам. Я хочу говорить о том, что Бог не изменяется. Малахи 3.6, Иаков 1.17, Евреям 13.8. Это мощные стихи, обучающие нас, что Бог не изменяется. Я молился об этой теме. И Бог повел меня говорить о другой стороне этой темы. Когда Бог сотворил небо и землю, Он создал рай для людей и поместил их туда. Одна из характеристик этого осада была та, что он постоянно изменялся. Деревья возрастали, цветы распускались, плоды созревали. Это было отражение Божьего характера. Да, Бог скала. Он не изменяется в своей природе, потому что он не может измениться. Также он выразил себя в шуме сильного ветра. Деяния 2. Иисус сказал в Анна 3.8, что всякий рожденный свыше, как ветер. Мы похожи на ветер. Мы слышим шум ветра, но не знаем, откуда он приходит и куда уходит. Таковы мы в этом мире. Люди пытаются вычислить, что мы за люди, но они могут понять, кто мы. Что это вообще за люди? Почему на этой стоянке постоянно полно машин? Они что, постоянно в церковь ходят? Ветер дует, а люди не знают, откуда и что это. Мы не вмещаемся в этот мир. Мы не принадлежим этому миру. Но мы постоянно меняемся. Бог невероятно заинтересован в нашем изменении. Он невероятно заинтересован в нашем изменении. Существует неисчислимое количество совершенных ангелов, которым нет нужды изменяться. Они находятся у Его престола, но Ему очень интересны взаимоотношения с нами. Он любит людей. Это невероятно. В прошлом году, перед конвенцией, я поделился с некоторыми из вас, что я посещал Саудовскую Аравию. Когда я делал визу, чтобы поехать туда, это было очень сложно. Есть консульское представительство Саудовской Аравии в Омане. Я узнал номер телефона консула Саудовской Аравии в Омане и позвонил ему. Я спросил его, куда мне пойти и подать на визу. Дама дала мне направление, куда идти. Полчаса она пыталась объяснить мне, как добраться туда. Все было очень сложно. Я поехал в ту местность и попросил местного позвонить ей. Он позвонил и полчаса слушал их. Затем он вернул мне телефон с сожалению, что не может мне помочь. Затем эта женщина сказала мне, идите туда и увидите банк Мускат. Я сказал, хорошо, ваш офис находится в здании банка Мускат. Нет, она сказала, не, 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 не. Просто идите туда и встаньте под вывеской банка Мускат. Я продолжал, у вас консульский отдел находится рядом с этим местом. Нет, 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 не, не. Просто пойдите и встаньте под вывеску банка. Я подчинился. Пошел и встал под вывеской. Я почувствовал себя неловко, когда стоял под этой вывеской. Я позвонил ей еще раз и сказал, сейчас я стою под вывеской банка Мускат, но я не уверен, что это именно тот банк Мускат. Она сказала, ждите там. Я стоял и ждал. Затем я увидел парня из Бангладеша, он подошел и сказал, следуйте за мной. Я спросил, а вы кто? Он ответил, я парикмахер. Я сказал, здорово. А что дальше? Он сказал, женщина из консульского отдела просила меня взять вас отсюда. Она женщина и не может выйти и встретить вас, мужчину. Он повел меня в офис. В офисе сидели две женщины, покрытые накидкой. У этих двух дам было невероятное чувство юмора. Они постоянно шутили со мной, смеялись. Для меня это было не совсем обычно. Они говорили, да не переживайте, получите визу. Приходите в среду, и ваша виза будет готова. Приходите в среду. Ну, я пришел в среду. Когда я входил в офис, одна из дам посмотрела на меня с вытращившими глазами и сказала, «Ох, я сказала в среду, но подразумевала в четверг». Просто невозможно было рассердиться на нее. А она такая замечательная. Затем мы опять стали смеяться. В конце концов я получил визу. Но после этого интересного человеческого фактора было ли это грехом для нее сказать «приходите в среду», но подразумевать «в четверг». Я сказал «в среду», но я думал, что «приходите в четверг». «Как же я должен был поступить с этим человеческим фактором?» «Должен ли я высказать ей обвинение, говоря, это обманщица согрешива против меня?» Нет. Это был просто человеческий фактор. Подросток может сказать своим родителям «ненавижу вас», что на самом деле означает «я нуждаюсь в вас». Я думаю, что Бог любит этот человеческий фактор. Это просто человек. Человечность. Это не грех. Я не говорю сейчас о грехе. Это несовершенство человека. Это дыра в сердце человека. Или хромота человека. Не так ли? Это усталость наших глаз. Думаю, что даже ангелы поражены этим. Они понимают, что мы отличаемся друг от друга. Мы возрастаем и изменяемся. По мере того, как мы возрастаем и изменяемся, мы нуждаемся сегодня в нем еще больше, чем вчера. В Евангелии от Луки 7 Иисус обращается к женщине, которая пришла помазать его и говорит, «Прощаются твои грехи». Я уверен, что эти слова прилипли к ней. Она приходит домой и говорит, «Мои грехи прощены?» «Мои грехи прощены?» Эти слова изменили ее жизнь. Эта встреча с Богом изменила ее жизнь навсегда. Сейчас я скажу свою основную мысль. «Разве эта встреча не изменила Бога?» Эта встреча изменила женщину и ее жизнь абсолютно. Я понимаю, что я могу использовать неправильно теологические термины, но эта тема очень интересна. Мы знаем, что Бог не меняется в своей сущности, но в его взаимоотношениях. Теперь у него появился еще один человек, которого он любит. Этот человек был его врагом, а сейчас она дитя Божье. Что-то изменилось для Бога. И это не его природа изменилась, потому что он не может измениться. Это изменение – очень интересная вещь. Что-то, что мы делаем или не делаем, влияет на Бога. Иногда мы не принимаем это. Мы говорим, Бог не изменен. Бог всегда прав, а мы всегда неправы. Это правда. Но если моя жизнь не влияет на Бога, тогда моя молитва становится фарсом и глупостью. Бог приглашает нас молиться, потому что это взаимные отношения. Когда мы понимаем, что между нами и Богом есть взаимоотношения, это становится важным для нас. Можем ли мы сказать это? Да. Мы верим в это. Мое лицо влияет на Бога. Моя любовь влияет на Бога. Мое послушание влияет на Бога. Мусульмане часто обвиняют нас, христиан, за то, что мы очеловечиваем Бога. Они говорят, вы говорите о Боге, как будто Он человек. Это очень унижает Его святость. Бог свят и высок. Но вообще-то Сам Бог очеловечил Себя для нас. Вот почему мы любим Его. Именно так Бог избрал спасти нас. Далее, Евреям 4,15 говорит, что Бог может сострадать нам в немощах наших. Он заинтересован в этом человеческом факторе. Он являет свое сердце, выражает свою любовь многими путями посреди нашей человеческой ограниченности и падений. Это великолепно. Когда я понимаю это, я живу свою христианскую жизнь по-другому. Я живу свою жизнь христианскую по-другому. Аминь.